Да, и сегодня в студии Дима Валерьевна Корнеева, главный эксперт Центра научных разработок, главная муза, главный врач-косметолог, ну и себя, думаю, надо на всякий случай представить. Я, Татьяна Баранова, менеджер по инновациям и разработкам компании FiberLeak. Итак, добрый день еще раз всем, кто только сейчас подключается. Я думаю, что мы начнем. Да, мы начнем, да, и я расскажу повод, собственно, повод, прекрасный повод, почему мы сегодня решили провести этот прямой эфир. А дело в том, что этот год для компании FiberLeak очень важный, год юбилейный, и год юбилейный в нескольких отношениях. В этом году мы будем праздновать 25-летие компании. Еще один юбилей – это 20-летие Центра научных разработок компании FiberLeak. И можно, Лима Валерьевна, я немного расскажу, вообще, что это такое, потому что, может быть, не все наши коллеги много раз слышали это словосочетание Центра научных разработок, Но что это, собственно, такое сейчас? А сейчас это научно-производственный комплекс. Он расположен в Москве, рядышком с производством компании FiberLeak. И в Центре научных разработок работает огромная команда. Это и косметические химики, и технологи, это биохимики, это специалисты сертификации косметических продуктов, конечно, это врачи, врачи-дерматологи. Огромная-огромная команда. И, собственно, в Центре научных разработок создаются, разрабатываются все косметические продукты компании FiberLeak. И, более того, здесь проводятся научные исследования, и разрабатываются новые ингредиенты и новые технологии для будущих серий компаний FiberLeak. И это самое главное. И мне кажется, Лима Валерьевна, поправьте, если я ошибаюсь, что таким масштабным Центром научных разработок в России, я думаю, может похвастаться, наверное, только FiberLeak из российских компаний. Больше, мне кажется, больше никто. Во всяком случае, я не знакома с такими центрами. Поэтому, мне кажется, это огромный ресурс компании FiberLeak, огромная гордость. Именно поэтому этим прямым эфиром мы начинаем целую серию прямых эфиров о Центре научных разработок. А, Рима, я хочу задать первый вопрос. Хорошо, сейчас Центр научных разработок огромная компания, огромные площади, огромная лаборатория. Но вы, собственно, создавали его. И расскажите нам, вот 20 лет назад, 2002 год, каким тогда был Центр научных разработок, какая была у вас команда? На самом деле, 20 лет назад мне казалось, что это тоже все прекрасно и хорошо. Хотя тогда это была комната размером, наверное, 10 квадратных метров. Расположена она была на нашем первом производстве. Это город железнодорожный. Комнатенка была крошечная. И там трудился Александр Казанский, куда изредка заглядывала я. У нас не было фактически ничего. Мы осваивали тогда первые мешалки, первые лабораторные приборы и пытались в стакане соорудить что-то похожее на косметический продукт, на крем, на шампунь и так далее. Конечно, было сейчас на это смешно. Смотрите, оградываться назад немножко странно, потому что сейчас мы владеем абсолютно всеми технологиями. Мне кажется, большинство компаний, современных, очень крупных, начинали с тоже чего-то небольшого. И что, мне кажется, еще более важно и очень хочется подчеркнуть и нашим дорогим зрителям сказать, что я помню конец 90-х, имею в виду, я помню полки косметических магазинов, я помню, что тогда было в ассортименте. И мне кажется, вот только-только начали появляться какие-то иностранные продукты, может быть, стали приходить новые бренды. Но из российских, что я помню, я помню продукты компании Черный Жемчуг, несколько кремов, компания Невская Косметика. Ну и, наверное, собственно, больше... Свобода, рассвет, наверное, все. Весна была еще. Да, да, компания Весна. И получается, что в тот момент, собственно, российская косметическая промышленность была в таком зачаточном состоянии. Только-только начиналось ее развитие. И получается, что компания Фаберник или мои вы, собственно, стоите у истоков вообще косметической промышленности России. И тогда, что вообще тогда было? Ведь не было ни образования соответствующих, не было специалистов и не было косметических ингредиентов. Вот так. С чего вы начинали работу? На самом деле, действительно, было крайне удивительно. И вообще, мы пытались вообще понять, где мы находимся и что нужно сделать для того, чтобы вот это все превратилось в более-менее хороший косметический препарат. Да, тогда только стали появляться какие-то иностранные бренды. Я помню, там, кремы Пани Валевска или какие-либо... Даже косметика Динтерс тогда для нас была почти что шедевром. Но на самом деле, мы действительно стали искать возможности, искать варианты. Более того, не было косметического сырья, того самого сырья, который мы сейчас имеем возможность... Из которого, точнее, мы имеем возможность делать то, чем мы пользуетесь каждый день. Если обратиться к справочникам косметических химиков тех времен, а я слушала тогда лекции по косметической химии, основу препаратов представляло что-то вроде куриного масла, борсучего жира, свиного жира и так далее. Ничего не было. Витамины туда, в косметику, использовали те, которые пользуют фармацевтические компании. А это не совсем то, что нужно, потому что было очень грустно и очень непонятно. И тогда мы стали искать специалистов за рубежом и искать каких-либо технологов, которые более-менее погружены в этот процесс. Людей, у которых есть специальное образование. И наш тогда первый альянс с нашими кипрскими коллегами и друзьями как раз воплотился в том, что мы выпустили первую тогда серию. И тогда, кстати, компания поменяла название. Кстати, про название, Елена Валерьевна, это удивительно. Но я часто слышу, что само название Фиберлик иногда не очень кажется таким российским словом. И возникают разные ассоциации по поводу происхождения компании. Но самое главное, что компания Фиберлик на 100% российская и всегда такой была. И, собственно, мы потом чуть позже говорим в истоках компании, в ДНК компании, важнейшая разработка, опять же, российских ученых. Елена Валерьевна, откуда такое название? И кто его придумал? Может быть, вы? Нет, я была соучастником событий, но придумала не я. Компания сначала называлась «Русская линия», но тогда это казалось очень амбициозным. И стали искать варианты, которые были созвучны на всех языках. И был объявлен конкурс, в нем участвовало очень много компаний. И, наконец, одна из наших партнерских компаний, которая, кстати, очень много делала для нас дизайнов, самых первых, компания «Твика», придумала название «Фиберлик». И даже мы его расшифровали «Фибер», «Мастер» – это латынь, «Лик», «Лицо», «Мастер лица». Практически все очень понятно и доступно. Теперь действительно понятно. Я, правда, сталкивала значение «Фибер» как художник, «Мастер». Действительно, очень получается красивый «Мастер лица». Все про нас. Все про нас. Да, так и есть. Римма, а мне еще интересно, ведь вы же врач. Я врач. Из семьи врачей. Из семьи врачей. Вот расскажите, как, во-первых, вам пришла идея стать именно врачом-драматологом, и когда вы заинтересовались косметикой? Ну, на самом деле, да, я действительно не семья врачей. Я пятое поколение врачей. Мой дедушка основал Среднеазиатский университет вместе с бабушкой. Это все самые 30-е годы, когда вообще все очень было грустно. И, кстати, мой прадед учился вместе с Боткиным и Сыщеном в Берлинском университете. Действительно, корни очень давние и очень далекие. Глубокие, скажем так. Но, действительно, медицина – это у меня не было выбора, поскольку семья просто не оставила мне никакого выбора, и пришлось идти в эту профессию. Я закончила первый Московский медицинский институт, и тогда, надо сказать, я отправилась в аспиратуру, но совсем не по дерматологии. Это была токсикология. А токсикология – это химия, и в отличие от ортодоксального доктора, я немножко больше знаю химию, поскольку диссертацию я защитила по токсикологии. Токсикологии новых химических веществ. И когда я работала там, то была группа, которая занималась как раз тестированием токсичности и опасности косметических субстанций. Это были какие-то первые субстанции, которые тогда мы пытались сделать на территории… тогда еще был Советский Союз, надо сказать. И уже потом как-то так случилось, что я подумала, что, наверное, надо расширить диапазон знаний. Я закончила ординатуру по дерматовенерологии, потом повышение квалификации по косметологии, и тут мне встретилась компания, тогда еще русская линия. И фактически мы стали сотрудничать сразу, достаточно активно, и, в общем-то, я тут живу уже 25 лет, я тут составилась. Понятно, Рима, ну… Не преимеличиваете. Ну, правда. Рима, а тогда расскажите, тем более, что вы и врач, и, получается, вы непосредственно имели доступ к различным клиническим испытаниям и к какому-то тестированию. Хочу перейти к кислородному комплексу. Аккуратно, ведь кислородный комплекс, собственно, Фаберлик – это равно кислородная косметика, а кислородный комплекс Фаберлик – вообще комплекс уникальный, потому что у Фаберлик на него есть патент, действующий патент. Это значит, что на территории Российской Федерации и даже больше, на самом деле, территории такой ингредиент может использовать, на самом деле умеет использовать, наверное, в косметических препаратах только компания Фаберлик. Есть несколько аналогов в мире, наверное, 1-2 буквально. Это не совсем то. Ну, да, и тем более это не совсем то. И когда впервые вы услышали о кислородном комплексе и, может быть, даже увидели результаты его испытаний, было ли это удивлением? Ну, каким-то вау. На самом деле, мне впервые эмульсия Перфторсоединений, тогда еще не зарегистрированный Перфторан, попала в руки, когда я была спиранкой. То есть, еще до Фаберлика. И мы лечили этой эмульсией отравление нейротропными и гепатотропными ядами, и выяснилось, что эта эмульсия великолепным образом снимает интоксикацию. Ну, а потом я столкнулась с накожным использованием этого препарата. Случайно оказалось, что он, например, лечит ожоги и ускоряет заживление ран. А потом была еще одна российская компания, которая пыталась ввести эту эмульсию в свои косметические продукты. Но мы решили, что нам это нужнее. Мы купили все патенты, и теперь владеем ими только мы и никто более. Более того, общее количество патентов, которые так или иначе посвящены эффектам Перфторорганических соединений, нашему замечательному Аквафтему, кислородному комплексу, сегодня их больше 30. Поэтому мы все время исследовали эффективность этих препаратов. Мы искали новые свойства. Мы их находили и выпускали новую серию. Понятно. То есть я думаю, что Центр научных разработок в том числе и был необходим Фаберлик для того, чтобы этот сложный ингредиент, во-первых, вводить в косметические продукты, во-вторых, его совершенствовать. Потому что это уникальная разработка, а значит, ее нужно и развивать, и дальше исследовать, дополнять, насыщать дополнительными, так скажем, активными ингредиентами. Помимо активных ингредиентов мы, естественно, росли и развивались, изучая технологию косметического производства, мы погружались в саму технологию процесса и в итоге научились делать совершенно потрясающие косметические средства, которые не уступают никаким западным аналогам. Я знаю, что вот примерно к этому времени, Центр научных разработок выпустил несколько тысяч различных рецептур, то есть не всего продуктов, а именно видов рецептур разных. А какой была, Римма, самая первая серия, которую выпустил Центр научных разработок Фаберлик? Самая первая серия, наверное, мы ее тогда называли АБЦ, серенькие тюбики, которые делились на подсерии, серия А для сухой и нормальной кожи, серия Б для жирной кожи, серия С была для зрелой кожи. И это уже была какая-то попытка создать какую-то стройную систему ухода за кожей, у нас появились уже очищающие препараты, по крайней мере, появился ассортимент, и это было красиво. Это здорово, начали с АЗОВ, это отлично. Во всех продуктах был кислородный комплекс? Когда это был кислородный комплекс, тогда стали появляться первые пептиды, мы стали использовать клеточные, да, причем они были российские. Серьезно? У нас даже была клеточная косметология, субклеточная косметика. Это были российские исследования, тогда получали клеточные субстраты, и мы их использовали очень активно, как раз в препаратах для ухода за зрелой кожей. А так, в сущности, мы уже вполне себе умели делать косметику. Наверняка, я уверена. Лима, а какой был отклик на самую первую серию? Как ее восприняли покупатели? Ну, после совершенно одинаковой линейки голубеньких тюбиков с ангелом, с которыми познакомились, наверное, первые наши потребители, это уже был такой значительный ассортимент. Появился каталог, в котором были представлены препараты, уже прямо вот книжку, книга про косметику. Все им очень понравилось, и, естественно, нужно было развивать, продолжать. И мы тогда взяли курс на выпуск новинок, и каждый примерно квартал появлялось что-то совершенно новое. Рима, а когда стало понятно, что идея кислородной косметики нравится, что это суперэффективно, и что компания ждет успех и взлет просто? Ну, мне-то это было понятно с самого начала, а всех наших потребителей мы, в общем-то, очень быстро научили пониманию того, что это серьезная разработка, в которую тогда еще советское государство инвестировало миллионы и миллионы рублей. Сейчас это никому не доступно. Это разработка, которая, правда, имела грандиозный успех в медицине. И все, что пришло из медицины, это имеет под собой довольно мощную клиническую базу, доказательную базу. А если это применить в косметологии, то оказалось, что работать не хуже, а может быть местами даже лучше. Например, наши прекрасные косметические препараты с кислородом, помимо того, что они снабжают кожу кислородом, причем это происходит очень быстро, они обладают целым способностью запускать целый каскад очень важных биохимических реакций. Например, мы же точно знаем, что без кислорода ничего не происходит в коже. Это энергия. Если кислорода не хватает, то не хватает энергии, соответственно, не будет ничего синтезироваться. Это важно. Например, я напомню вам учебник биохимии. Пожалуйста. Если кислорода достаточно, то из одной молекулы глюкозы в организме будет синтезировано 22 молекулы энергии АТФ. Если кислорода будет недостаточно, то из этой молекулы глюкозы будет получено всего 4 молекулы АТФ без энергии. А все остальное это будут продукты, побочные продукты, которые будут накапливаться в клетках. Балас. Например, молочная кислота. Закисляя окружающую среду и повреждая клетки и мембраны. Поэтому кислород нам необходим как жизнь, не только нам, нашему организму, потому что гипоксия, мы все знаем, после ковида, особенно это очень неприятно и страшно, то для кожи это последствия, которые приведут к ускоренному старению и к нарушению целого ряда биохимических процессов. Например, банально, не будет синтезироваться коллаген, не будет образовываться гиалуроновая кислота, кожа перестанет обновляться, у нее не будет сил и энергии для того, чтобы рождать новые клетки. Поэтому кислород это прям главный ингредиент, который обязан быть везде и всегда. Теперь я поняла, Арима Валерьевна, почему мы были всегда уверены на 100% в успехе, потому что действительно такая мощная идея, собственно, заложена в ДНК бренда. И мне, кстати, правда очень понравилось то, что вы сказали, я не задумывалась, наверное, об этом раньше, что действительно все разработки, которые ведутся в медицинской сфере, ну они, правда, обычно это многолетние действительно исследования, и, ну они действительно подкреплены огромным количеством доказательной базы, огромным количеством исследований, и то, что действительно работает, чему можно заговорочно доверять. Разработка, которая имела уже 20-летний опыт клинических испытаний. Поэтому про кислородную эмульсию мы знали все. Понятно. Римма, а немножко тогда сейчас, как сказать, попроще вопрос. Вышла первая серия АБЦ. Наверное, был достаточно, может быть, на тот момент скромный масштаб, но по сравнению с тем, что Фаберлик выпускает сейчас, конечно же, его, наверное, можно назвать скромным. Скромно. Вот как постепенно рос и не только ассортимент, а даже вот количество выпускальной продукции? Как росло производство? Ну, во-первых, мне как дерматологу всегда чего-то не хватало. Мне не хватало каких-то отдельных препаратов. И мы тогда стали расширять наш ассортимент в сторону специальных средств. Тогда появилась серия, которая сейчас, на тот момент была прототипом серии «Эксперт». Фактически это такой профессиональный подход к косметической линии. Потом, естественно, стали появляться специальные продукты для волос. Сейчас мы пошли уже в сторону волос, появились краски для волос. Это тоже, в общем-то, совершенно инновация. Для нас это вообще новая история. А уже дальше, дальше бытовая химия. Это тоже, в общем-то, то, что мы сделали в лаборатории в самом начале. Понятно. Рим, мне интересно, косметическая сфера постоянно развивается, ингредиенты появляются новые. Плюс еще есть такое понятие, как мода. Какие-то ингредиенты вдруг становятся модными, а потом почему-то перестают ими быть. И мне интересно, как вы, как эксперты компании «Фаберлик», узнают об этих трендах, предугадывают их. Ну, на самом деле, конечно, за этот весь период мы обросли связями. Причем все ведущие эксперты, все ведущие лаборатории мира считают нас довольно инновационной компанией. И всегда было, если инновационной компанией «Фаберлик» не взял, значит, пойдем к кому-нибудь другому. То есть все, что новое, экспертное, появляется на рынке косметических ингредиентов, попадает сначала к нам, а потом уже куда-то. Кроме всего прочего, у нас, конечно же, появилась к тому моменту возможность посетить все доступные лаборатории мира. Все наши технологи прошли стажировки, где только это было возможно. Каждый месяц кто-то куда-то ехал, кто-то чему-то учился. Кроме всего прочего, косметические выставки, такие как «Инкосметикс», которые проходят в разных городах Европы и мира. Все стало нам открыто и доступно, и мы, конечно же, воспользовались этой историей. И, конечно же, мы впитали в себя максимальное количество знаний, которые, ну, и теперь мы фактически из таких же экспертов, и мы теперь уже скептично смотрим на многие вещи сами. Понятно. Римма, а были ли такие случаи, когда компания «Фаберлик», может быть, даже опередила время? И вот мы довольно часто попадали в ситуации, когда сыр достается второй мыши обычно. Мы были иногда самой первой мыши, которая пыталась вытащить сыр из мышеловки, потому что, действительно, мы иногда опережали моду, мы опережали тренды. Иногда выходили препараты, которые появлялись, мода, на которые появлялась потом. Ну, например, серия биомика, микробиомик кожи мы начали говорить активно, наверное, год назад, может быть, два года. Нет, больше. Ну, хорошо, и три. Мы это начали делать, первыми практически... Около трех лет назад мы стали активно говорить о микробиоме кожи. А вы знаете, что первую серию, которую так или иначе содержал премп или пост биотики, мы выпустили значительно раньше, до этой моды. Ой, я даже сейчас не вспомню, но она появилась за 10 лет до того момента, когда стали говорить о микробиоме кожи, о необходимости поддерживать жизнь полезных бактерий и так далее. Тогда я не смогла объяснить нашим слушателям, что бактерия и микроб, который живет на коже, очень полезен. Понятно. И серия-то как-то быстро очень ушла-шла, но зато теперь появилась... Через 10 лет вернулась. Через 10 лет вернулась, да. Уже, да. А теперь, я думаю, мы все знаем, все понимают, что на нашей коже тоже существует огромное сообщество микроорганизмов, дружественных нам. Такой симбиоз, который сложился за даже тысячелетия или миллионы лет нашего симбиоза, и они синтезируют какие-то вещества для нас, которые не могут производить клетки нашей кожи и защищают нас. И, собственно, очень многие проблемы кожи случаются тогда, когда баланс микроорганизмов на поверхности кожи нарушается, смещается в сторону какой-то группы микроорганизмов. Да, и серия Биомика, мне кажется, она очень нравится нашим... Ну, и была серия, которая была направлена на детокс, аутофагию. Это тоже была... А это какая серия? Я сейчас не понимаю. Были отдельные препараты в серии Эксперт. Нам пришлось их тоже убрать, потому что объяснить, что такое детокс, что такое аутофагия, было совершенно невозможно. Это сейчас мы уже больше понимаем. Буквально лет пять назад был просто бум на слово детокс и все, что с этим связано. Понятно. Ну, теперь я поняла, да, что значит, что сыр достается второй мыши. Да. Ну, есть такая сложная работа, тренд создавать ремарьев. Или, например, сейчас тренд эпигенетики. Так, расскажите. Но... Я как раз хотела спросить про будущее. Куда идет косметика? Где будущее косметики? Мы уже пытаемся в течение, по-моему, лет последних пяти сделать препараты, которые обладали бы способностью задерживать эпигенетическое старение. Так, я знаю, что такое старение. Что такое эпигенетика? А не знаю, что такое эпигенетика. Это управление функцией наших ДНК, наших генов. В любом случае, оказалось, что этим процессом можно управлять, и он в достаточной степени обратимый. Не повреждая ген, можно заставить его делать, работать как в молодых координатах, скажем так. Ага, то есть даже у нас есть какой-то ресурс, которым мы обладаем. Да, мы им обладаем. Но есть еще и что-то, механизмы, которые помогают нам его использовать. Существуют так называемые часы Хорварда, которые имеют эпигенетический возраст. Вот они показывают ноль стволовых клеток, половых клеток, и у младенцев, которые только что родились. Стволовых, половых клеток. Понятно. Но это будущее косметики, да? Понятно, хорошо. Важно, что мы уже над ним работаем. Давно. Отлично. Вима, а какой серии, я понимаю, что все серии, как родные дети, и сложно выделить что-то более интересное. Но какой серии, может быть, вы больше всего именно гордитесь? Может быть, именно в ней какую-то сложную задачу удалось впервые решить? Ну, наверное, правда. В смысле много. Много задач. Наверное, из последних серий это Global Oxygen. Пожалуй, эта серия для меня самая активная, базовая серия, которая, правда, удалась решать множество задач. Очень глубоко рассказывать биохимию процесса, который там происходит, наверное, можно только врачу или специалисту, биологу, биохимику, химику и так далее. Вам достаточно понимать, что это мощная система, которая не просто насыщает кислородом кожу, но еще и заставляет клетки работать в таком режиме, в котором им наиболее комфортно. Такая определенная машина вечности запускается внутри клеток. И более того, эта серия будет предохранять клетки от разрушения АВАЗ, от преждевременного увядания кожи. Вторая серия, которой я действительно очень горжусь, это серия Эксперт, потому что ее создавали исключительно как профессиональные продукты. Серия для, условно говоря, главной генеральной идеи, это идея профессиональных продуктов. То есть я пыталась имитировать те салонные процедуры, о которых я хорошо знаю и понимаю, то, что делаю в салоне красоты, попробовать перенести вам в режим домашнего ухода. При этом максимально упростив саму процедуру, сам ритуал, но дать максимальную эффективность и решить конкретную проблему с помощью этих косметических средств. В любом случае, Эксперт – прекрасная история. Ну и новая серия Гиалуронка – это тоже инновационный продукт, где мы смогли объединить в одну формулу несколько типов гиалуроновой кислоты, очень важной для кожи кальция, витамин К2 и так далее. В любом случае, все серии, кстати, последняя, на мой взгляд, одна из самых эффективных. Гиалуронка. 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 Гиалуронка тоже прекрасная история. Гиалуронка. Гиалуронка. Гиалуронка, кстати, она предназначена для более молодой кожи. А One Week Miracle мы категорически утверждаем – одна неделя минус одной морщины. Буквально. Там же тоже в основе серии One Week Miracle лежит активный ингредиент, который пришел из медицины. Пришел из репаративной, регенерационной медицины, и он правда кожу превращает за неделю, восстанавливает ее каркас, делаю ее плотной, и это приводит к тому, что морщины потихоньку исчезают. Понятно. Хочу для наших зрителей прокомментировать, что серия гиалуронка, новинка наша, вот несколько продуктов вы видите на экране, они будут отдельные. Отдельный эфир, да. С Рим Валерьевной, где очень подробно Рим Валерьевна расскажет и про все виды гиалуроновой кислоты, как они воздействуют на кожу. Они действуют по-разному. Да, они действуют по-разному, поэтому, да, для этой серии нужен отдельный эфир, потому что очень много интересного, и в том числе новая технология, которая тоже в научном центре разработок Фоберлик разработана, повторилась я. Рим Валерьевна, вот вы затронули интересную тему, эксперт, профессиональная косметика. По какому принципу косметика, получается, делится на профессиональную или непрофессиональную? Ну, обычно профессиональная косметика – это значительно более концентрированные продукты, и они требуют умения их применения. Ну, то есть это определенный салонный ритуал, который обычно состоит из нескольких этапов. И более того, многие профессиональные продукты, например, использовать дома невозможно, потому что, ну, они обладают каким-либо агрессивным эффектом. Если неправильные применители, дольше применители. Да, например, кислоты. Но мы смогли, например, адаптировать пилинги кислотные под нужды домашнего использования, и у вас есть прекрасный продукт, тоже, кстати, АВЦ – пилинг с прикольной кислотой, энзимный пилинг и средство, которое будет гасить раздражение кожи в конце всех процедур. В любом случае, это заменяет вам пилинг, который вы могли бы сделать в салоне, да еще получить две недели периода реабилитации, потому что кожа бы начала шелушиться. Кроме этого, действительно, мы смогли сделать… То есть профессиональная косметика, косметика требует все-таки рук профессионалов, потому что она балансирует на грани, когда эффект достигается через такое стрессорное воздействие на кожу. Да, это вот тоже одна из, как сказать, подходов, да, когда небольшой стресс, оказанный на кожу, как сказать, пробуждает ее ресурсы. Прыжок из болезни, это называется эу-стресс. А, понятно. Ну, то есть получается, что действительно серия эксперта такой в каком-то смысле прорыв, потому что вот эти сложные технологии, такие активные технологии, которые вот в профессиональной косметике удалось в такой домашний режим перевести. Действительно здорово. Но мне кажется, вы еще что-то рассказывали очень интересное про серию «Реноваж». По-моему, это одна из первых таких очень пептидных серий, ну, «Фаберлик», и вообще, которая из российских компаний появилась. На самом деле все серии, которые входили в серию антивозрастной косметики, «Пролексир», «Гардерика», «Реноваж», они все достаточно инновационны, и все несут в себе какую-то генеральную идею, которая борется со стигматами возраста, свойственными тому или иному возрасту. Например, «Пролексир» в свое время содержал пептид, который защищал теломеры. Это концевые участки БНК. В любом случае есть такая теория стоения теломер, которая говорит о том, что все в этой жизни предопределено, клетка делится 50 раз, каждое деление клетки уменьшает эти самые теломеры, а есть события, которые теломеры уменьшают значительно быстрее. Например, вредные привычки типа курения или алкоголя, избыточный вес, стресс и так далее. Мы заранее защищали теломеры. «Гардерика» была наполнена стволовыми клетками. Надо сказать, что исследования по стволовым клеткам тоже пришли к нам из медицины. Но мы использовали стволовые клетки гордения, растения, которые фактически немного помогали усиливать процессы физиологических кожи, потому что имитировали работу стволовых клеток кожи в том числе. А реноваж – это тоже репаративная медицина. Актив, пептид, их там целых пять. Были нами взяты тоже из регенеративной медицины. Мы их использовали в хирургии для ускорения заживления швов, например, послеоперационных. А если использовать этот пептид в креме, то он очень быстро, он очень быстро... ...в коже, фактически формируя полноценную архитектуру внутри кожи, уплотняя ее и делая ее значительно моложе. Это был первый пептид, который, например, стимулировал синтез коллагена аж на 380%. Причем за короткое время. Это очень интересно. И правда любопытно, что различные сферы на самом деле так тесно переплетены, потому что, правда, очень часто какие-то изобретения из одной отрасли потом перетекают в другую, находят в ней новую жизнь или, может быть, даже новое какое-то совершенно проявление. И, наверное, действительно интересный факт, что многие косметические ингредиенты так или иначе имеют какую-то такую медицинскую подоплеку, потому что и в косметике, и в медицине на самом деле, если так глубоко задуматься, цель одна, нужно решить какую-то конкретную проблему и, по сути, подбор активного ингредиента под проблему, универсальный принцип, ключ-замок, который для многих очень сфер применим и используется. Рима, у меня вопрос такой уже, наверное, более материальный, можно так сказать. Вот нужно разработать продукт, например, крем. Как долго может идти процесс разработки? Сразу ли получается все пазлы сложить? Или это может быть очень долгая какая-то работа? Здесь все зависит от конкретной задачи. Во-первых, у нас уже, правда, колоссальный опыт. У нас в руках находится огромное количество исходного материала. Мы можем легко взять уже разработанную формулу и ее модифицировать под что-то необходимое нам. Все зависит от задачи, потому что есть ингредиенты, с которыми приходится возиться. Сложные в работе. Сложные в работе. Их надо долго тестировать. Есть препараты, линии, которые получаются очень быстро и легко, совершенно без проблем. Все зависит от конкретной задачи, что мы хотим получить на выходе. Понятно. То есть мы можем потратить на это от одного месяца, но все процессы тестирования... Долго месяца это долго. Да, нет, но это не долго. Это нужно скомбинировать и так далее. Плюс процессы тестирования, совместимости с упаковкой. Рождение крема, это как рождение ребенка, занимаясь в среднем от 9 месяцев. И никуда не денешься. Мне кажется, это правда очень интересно для наших зрителей, потому что иногда кажется, что, ну что там, неужели сложно? А тут правда и процесс разработки, подгонки ингредиентов друг по другу, я так понимаю, потому что еще не все друг с другом дружат, верно, в формуле? Ну, здесь вот как раз нужны правильные косметические химики, которые хорошо понимают эти внутренние химические процессы. Конечно. Поэтому, да, 9 месяцев это существенный срок. Поэтому, когда вы видите продукт уже на полке, или в нашем случае новинка в каталоге появляется, это значит, что мы его уже разрабатываем. Получается, практически год, практически к этому моменту. Да, это очень интересно. Римма, еще мне вот любопытно. Мы очень много говорим об активных ингредиентах, но поскольку они действительно, собственно, и воздействуют на кожу, и улучшают ее качество, здоровье и так далее. Но косметический продукт состоит не только из ингредиентов активных. Нужно, я так понимаю, что все остальные ингредиенты, они составляют такую важную базу, и в том числе они способствуют улучшению проникновения активных ингредиентов в коже. То есть, сами, не действуя напрямую, вот помогают. Ну, на самом деле... Насколько сложно вот этот оптимальный какой-то состав подобрать? Это самый важный вопрос, потому что положить пептид в концентрации примерно 1% это легко. А вот сделать основу крема, это правда очень серьезная задача, которую как раз решают наши химики-технологи, косметические химики и так далее. Потому что, ну, вспомните, например, детский крем, который был в советские времена в аптеке. Вы выдавливали из тюбика, выползала жирная масса, которая на глазах расслаивалась на воду и масло. Это значит, что крем испорчен? Все равно он достаточно такая, нестойкая была эмульсия. Фактически, оставлял он на коже жирную пленку и так далее. То есть, когда нам нужно было сделать легкую эмульсию раньше, нам нужно было побольше добавить воды и гелеобразователя. Когда нам нужно было сделать питательный крем, нам нужно было побольше добавить масла. Но при этом крем был совершенно некомфортен. Так вот, современные базы и современные эмульгаторы позволяют сделать крем, который будет до 80% масляной фазы, абсолютно легчайшим. И создающим самые комфортные ощущения на коже. Он будет наноситься легко, легко впитываться, не оставлять ни малейшей жирной пленки на коже. Это означает, что это высший полет косметической химии, когда база абсолютно комфортна. Но мы уже настолько привыкли к нашим комфортным препаратам, что я думаю, что если вам что-то попадает очень не из этой сферы, вы тут же это ощущаете. Вам не нравится липкость, вам не нравится то, что крем скатывается, вам не нравится, что крем плохо распределяется, вам не нравится, что крем не впитывается практически совершенно. Вот это вот, это мы уже давно не делаем такого. Последние 20 лет. Последние 20 лет. А на этом мы просто не делали. На этом мы просто не делали, мы пытались. Понятно. Ну, Гитарина Валерьевна, очень интересно и огромный труд. Действительно нужна команда. Нужна команда. Мы учились долго делать базы и основы. Мы умеем в совершенстве делать так называемые жидкокристаллические ламеллярные эмульсии. Что это значит, Гитарина Валерьевна? Это эмульсии, которые имитируют по составу эпидермальные липиды, которые фактически способны встраиваться между клетками кожи и защищать ее от каких-то внешних агрессоров. Поэтому это большая химия на самом деле. Косметическая химия, мне кажется, значительно больше, чем просто каллоидная химия. Каллоидные соединения. Думаю, да. Ну и получается, что действительно для... Сейчас попытаюсь сформулировать эту мысль, что очень многие моменты, связанные с взаимосвязью и реакцией ингредиентов друг на друга, об этом можно узнать, только пройдя определенный путь и проведя огромное количество экспериментов... Собственными руками. Собственными руками, да. Накопив вот эту огромную базу и 20-летняя история Центра научных разработок, это, во-первых, показатель того, что у нас накоплено просто огромное количество ценнейшей информации, и на ней теперь растут новые косметические химики. Это у нас, в нашей команде, в коллективе. Ну и это в тот случай, когда опыт необходим. Да, косметические химики – штучный продукт, надо сказать. Специалистов на рынке практически нет. Поэтому мы выбираем из себе людей на стажировку. После того, как они проходят стажировку, мы понимаем, талантлив он или нет, нравится ему этот процесс или нет. Мы берем человека в лабораторию и потом его долго учим. И где-то года через три ему поручают уже самостоятельную разработку. А так он все время под патронажем наших ведущих технологов, которые давно работают в лаборатории. И самообразование и развитие всех наших косметических химиков, технологов постоянно происходит уже за все время карьеры и роста. Да, это очень интересно. Римма, а сколько, я понимаю, что очень зависит от типа продукта, но сколько ингредиентов в косметическом продукте может быть? Ну, сейчас путь на минимизацию – это не потому, что нам жалко туда что-то положить, а потому что мы пытаемся уменьшить немножко химическую нагрузку на кожу. Но надо сказать, что мы прошли разные этапы. Сначала первые наши кремы состояли максимум из 5-10 ингредиентов. Это был самый минимум, из которых половина, например, была консерванты и вода. Дальше, естественно, стали появляться новые базовые ингредиенты, и нам, естественно, хотелось их превратить в самый шикарный на свете крем. И тогда перечень увеличивался где-то до 20-30 номинований. Вы можете посмотреть на длинные списки инки NAME наших препаратов. Латинскими буквами написано на обороте коробочек косметического продукта. Далее, конечно, сейчас мы очень внимательно относимся к этому списку, отбираем только самые необходимые ингредиенты, и только тогда создаем крем. Но все равно их не менее 20 в списке, 15-20. Без этого крем не получится. И я так понимаю, что они еще постоянно, средства от средства разные, потому что нам хочется разных, помимо разных эффектов, мы хотим еще и разных ощущений, разных ароматов, разных эмоций. Поэтому, насколько я знаю, в, так скажем, в ассортименте, в палитре научного центра разработок Фаберлик более тысячи косметических ингредиентов. Больше, чем тысячи. Значительно больше. Да, хорошо. Значительно больше. Да, это действительно Фабер-мастер. Плюс еще мы постоянно получаем какие-то новые возможности, новые варианты. То есть этот список расширяется бесконечно. Понятно. Рима Валерьевна, очень интересно. Мне кажется, мы сегодня очень много важных вопросов посвятили. Так завесу приоткрыли в получении разработки косметических продуктов. Спасибо огромное. Сегодня мы вместе с Римой проследили историю Центра научных разработок, самые яркие победы. Но напомню, что это первый эфир в целой серии, где в следующих эфирах и Ирина Валерьевна, и наши коллеги из разных категорий департаментов будут рассказывать самые интересные технологии, которые... Присладила за 20 лет. Да, которые разработал Центр научных разработок Фаберлик для и ухода за волосами, уходом за телом, уходом за кожей, конечно. Поэтому спасибо большое, что были с нами. Надеемся, что эфир вам был полезен, интересен. Пишите свои какие-то отзывы, комментарии. Может быть, вопросы на следующие эфиры. И будем ждать вас уже буквально в четверг. Я так понимаю, следующий эфир. Поэтому обязательно следите за нашими анонсами и остаемся вместе, ваш бьюти-проводник Фаберлик. До новых встреч на нашем канале. Задавайте вопросы, спрашивайте. Мы всегда рады вам рассказать все, что творится у нас внутри. И то, что вы, наверное, никогда не знаете, не слышали по поводу создания косметических средств. Счастливо!